Будущее минских договоренностей, мир в Донбассе, разрешение проблемы высоких тарифов. Это лишь некоторые вопросы, на которые должен ответить победивший на президентских выборах Владимир Зеленский. Впрочем, может оказаться и так, что его президентские полномочия будут сведены к минимуму. Соответствующие законопроекты уже готовятся. Репортаж Сергея Самохи. Третий день после победы на выборах Владимир Зеленский не появляется на публике. И ответы на вопросы о повышении тарифов, отношениях с Москвой и, пожалуй, главной о мире в Донбассе пока слышны только от членов его команды. Впрочем, и они отвечают с оговоркой. Это неофициальная позиция избранного президента, а лишь мнение команды. К Минску много вопросов. Он очень сильно забуксовал. Но альтернативы ему пока никто не предложил. Разговоры о прекращении боевых действий на Донбассе пока как гадание на кофейной гуще. Поэтому вопрос у Зеленский высказывался лишь дважды во время предвыборной кампании Дейто. Очень коротко. Его слова о том, что не будет подписана амнистия для участников боевых действий на Юго-Востоке и отказ предоставить широкую автономию Донецку и Луганску идут вразрез с действующими минскими соглашениями. Если у него эта позиция сохранится, то вопрос мира откладывается на непонятное по времени расстояние. Это первое. Второе. Это означает, что он не понимает, каким образом можно достигнуть мира. И точно я знаю, что эта позиция не устроит Донецк, Луганск. И думаю, что в этом вопросе не поддержат в том числе и Москва. Оппонент Зеленского и пока еще действующий президент тоже исчез из публичной сферы. Эти фотографии были сделаны на экстренном заседании его парламентского блока. На нем депутаты из ближайшего окружения и ключевые министры поддержали намерение Порошенко идти на парламентские выборы. Которые состоятся уже через полгода. Это открывает путь ко второму ключевому посту в стране премьер-министр. Законопроект, который усиливает полномочия главы правительства, уже в Раде. Это поправки в действующий закон о президенте Украины. По нему у Зеленского заберут все ключевые функции, в том числе право назначать руководителей силового блока и МИДа. Цель этого законопроекта максимально ограничить полномочия президента. Ограничить жестко. Хотят всю полноту власти быстренько, пока их не распустили, перенести на парламент. И бороться уже дальше за то, чтобы остаться во власти, получить эту власть, торговаться и отстранить народного, по сути, президента 75 практически процентов. Пока же депутаты рассматривают русофобский закон о языке, который фактически ставят вне закона русскую речь. И даже обсуждать его руководство Рады требуют только по-украински. Я хотел бы быть услышанным на русском языке, который люди понимают. Я прошу выключить микрофон. Рассмотреть осталось около ста поправок из более чем двух тысяч. Голосование назначено на завтра. Сергей Самоха, Вести.